МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗАРАЗ ДЕРЖАВНЫЙ САКРАТАР САВЕТА БЕЗПЕКИ БЕЛАРУССИЯ ПОСАДУ КЕРОВННИКА КДБ ЗАНЯЛ ИВАН ТЕРТЕЛЬ ЯКИ ДА ЦЯПЕРОШНЕГА ЧАСУ УЗНАЧАЛЬВАУ КАМИТЭТ ДЕРЖКОНТРОЛЮ ЯГО БЫЛЫЙ НАМЕСНИК ВАСИЛЬ ГЕРАСИМАУ ЗАРАЗ БУДЕ ВЫКОНУВАЦЬ АБАВЯЗКИ СТАРШЕНИЕ КДК ТАКСАМА АЛЕКСАНДРА ЛУКАШЕНКА УЗГАДНИУ ПРАЗНАШЕНИЕ НОВЫХ КЕРОВННИКОВ МЯСОВЫХ ВЫКОНАВШИХ ОРГАНУ У НЕКАЛЬКИХ РАЙОНАХ ГОМЕЛЬСКАЙ ВОБЛАСТИ СТАРШЕНЯ ОКТЯБРСКА ГАРАЙ ВЫКОНКАМА АНДРЕЙ БАРАНОВСКИЙ ПРАЗНАЧЕНЫ НАМЕСНИКОМ СТАРШЕНИ ГОМЕЛЬСКАГА АБЛВЫКОНКАМА НОВЫК КЕРОВННИК ОКТЯБРСКАГА РАЙОНА СЕРГЕЙ ДАУГАЛЕУ И ОН ЗАЙМАУ ПАСАДУ НАМЕСНИКА СТАРШЕНИЕ ЛОЮСКАГА РАЙВЫКОНКАМА СЕРГЕЙ ЕРМАЛИЦКИЙ, АКИ ДАНЕДАУНЬЕГО ЧАСУ УЗНАШАЛЬВАУ УПРАВЛЕННИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ВЫКОНАННИЯ ПАКАРАННИЯ У МУСПА ГОМЕЛЬСКАЙ ВОБЛАСТИ БУДЕ ПРАЦАВАЦЬ СТАРШЕНЁЕЙ ГОМЕЛЬСКАГА РАЙВЫКОНКАМА А ПЕРШИ НАМЕСНИК СТАРШЕНИЙ СВЕТЛАГОРСКАГА РАЙВЫКОНКАМА ДИМИТРЫ КОЗИЛ ПЕРОВЕДЕНЫЙ НА МЕССА КЕРОВНИКА ДОБРЫШСКАГА РАЙОНА ПАСАДУ СТАРШЕНИЙ ЖЛОБЕНСКАГА РАЙВЫКОНКАМА ЗОЙМЯ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЕНКА АКИДА ГЭТУЛЬ ПРАЦАВАЮ ДЫРЕКТОРАМ ПРАДПРАЕМСТВА АМКАДОР ГОМЕЛЬ ВЫТВОРШЕ ОБЄДНАНИЯ БЕЛАРУСЬ НАВТА ПЛАНУЮ ПАВЛЕЙ ШИТЬОЛЕТНЮЩА ЗДАБЫШУ НАВТЫ ДА 1 МИЛЬОНА 710 ТЫСЯЧ ТОН ШТО НА 20 ТЫСЯЧ ТОН ПЕРОВЫША ЛЕТОШНЮ ВЗРОВЕНЬ Нарошывание объема устало махшимым, дякаючи Утымлику укоронению новых технологий Планами нафтовиков потекавилися наши корреспонденты Гэтая стела установлена недалекой адрешицы у память обздобыче 100 млн тонны беларуской нафты Здарылся гэтападея в 1998 году А ровно празд 20 годзи в вытворшем объединении Беларусь-нафта поведомили обздобыче уже 135 млн тонны Сегодня предприемство перепамповывает с району из 870 с ведровин Глыбиня яких у сарэднем складая каляк 4 километров Самая глубокая каля 5,5 километров Однако незалежно от гэтага параметра усеяны оснащаны сучасными системами автоматизации и телемеханизации Что дозволяя зарабить процесс эксплуатации обсталявания больше эффективным Размова идея о реализации проекта лишь бывая радовища На первом этапе на текущий момент организован центр интегрированных операций Куда стекает вся информация, она в полном объеме анализируется Трансформируется, сокращаются простые скважины Сокращаются операционные затраты на добычу нефти И на текущий момент реализуется аудит совместно с американской компанией Honeywell Для дооснащения нашей системы новыми программными продуктами А также оборудованием, которое поможет нам еще более детально видеть каждую скважину Хоть полностью заменить человека пакуль не могут, навод самые сучасные технологии Сергей Заболоцкий в свой час был профессийным спортсменом и выступал в высшей шелизе белорусского футбола За разъем працуя оператором с добычей нафты и газа Сродья его обовязков контроль у зровню нафты у сведровини И отбор проб для наступных лабораторных доследований у наявности воды у отрыванной сыровини Каже, что праца ему подобается, хоть с початку было вельменья просто Когда я играл в футбол, только на картинках видел, как все это оборудование работает И мне казалось, ну, пробурили, грубо говоря, дырку, ну и там качают А когда уже пришел сюда, тут непосредственно каждая качалка, каждый насос качает по-своему Каждая скважина непосредственно индивидуальная, скажем так После профессиональной карьеры футболиста тяжело было, не скрою Тяжело было, даже были мысли, как бы, может быть, и вернуться А только куда вернуться, уже возраст, как бы, идет вверх, а не вниз Поэтому жизненная ситуация сложилась так Ну, я не жалею о том, что пошел в Беларусь нефть и непосредственно, конечно, в НГДУ Сегодня вытворшее объединение Беларусь-нафта ведет распроцовку 62 родовища Упрочем, три родовища были открыты в этом году Спочатку их назвали по географичным местам находжения Алипотым дали имены ведомых беларуских геологов Кузьминская, Бескопыльновская и Гарцевская Ничего незвычайного в таким переименовании по великим рахунку нема С добычи нафты – праца коллективная Кончаткова выник залежить от зладженной работы усих подразделений А тому на предприемстве ценят уклад кожного человека Это и геологи, и сейсморазведчики, и геофизики, и, скажем так, тампонажное управление Буровики, капитальный ремонт, нефтегазодобывающее управление, транспортное подразделение Многие другие, скажем, структуры, частицы нашего объединения Беларусь-нефть Ну и, конечно, научно-исследовательский институт Беларусь-нефть Сегодня на базе свободной экономичной зоны Гомеля Ратон Стартовала двухдзённая конференция Мета – обмерковать развитие инвестиционной деяности СЭС в Беларуси Их экономичную эффективность и законодавший аспект Пильная увага о теме свободных экономичных зон не выпадковая Я найважный элемент программы пятигадового развития краины Подробностей в наступном сюжете Свободные экономичные зоны по праву займают особливое место у сусветных господарцев Дарыч, их колькость каля 5,5 тысяч у 147 краинах Дзейность СЭС складает 23% сусветного товара обороту У Беларуси на их саправды ускладаются великие надеи Не глядячи на внешние обставины, свободные экономичные зоны краины Демонструют становчую динамику развития Сегодня они формируют с 20% экспорта республики И столько же промых замежных инвестиций Задача форума – знайсти шляхи удосконаления гэтой системы И позбавиться от усяго, что ёй перешкаджае Важный пункт обмеркования – законодавший аспект СЭЗ Относительно СЭЗа, это в первую очередь сохранится тот потенциал СЭЗов Это экспорта ориентированность, это привлечение инвестиций Скорее всего в этих направлениях будет корректироваться законодательство И мы знаем сегодня, что СЭЗы имеют определенные проблемы То есть мы хотим их расширять Но инфраструктуры, к сожалению, для их расширения в отдельных СЭЗах сегодня недостаточно Спикеры форума отзначают У рамках мероприемства не стоит мета обмерковывать выники работы СЭЗ Беларуси и поролновывать их Тем не менее, Гомельскому ратону есть чем похвалиться Выники опошних месяцев установчая План по инвестициях перевыконаны А так само региструются новые предприемства С начала года уже три и четвертый будем регистрировать Вот еще Это такое интересное еще предприятие Одноразовую посуду будут у нас сделать Размещаться в Жлобине Одноразовую посуду из бумаги Республика Беларусь планует стать членом сусветной гандлевой организации Подрыхтовка до нового экономичного этапа Потрабую максимально мобилизовать СЭЗ Кабьены были целком эффективные и конкурента сдольные Миколай Скинсиян, Игорь Марышенко, телерадоя компания «Гомель» У другой полови минулого месяца до старшиня облаканкама Звернулись жахары Гомельской улицы и Кленковская с просьбой До помогшей одраматовать дорогу Сегодня наши корреспонденты подсекавились с Робленым По словам мясовых жахаров Проехать по улице на автомобиле было вельми складано Асфальт, который был покладен несколько десяти годов тому Уже нелега было назвать дорожным покрытием Особливую актуальность и якость дороги Набыла после открытия 74-й средней школы В 21-м микрорайоне, куда перешли в Учицей дети Якие проживают на Кленковской улице Сродки, необходимые для набытя и укладки нового асфальта Были выдаткованы с областного бюджета Работы выполняют специалисты Гомельского дорожного треста Работы были вчера начаты За два дня основную часть работы мы завершили Осталась небольшая часть будет завершена в ближайшее время У Гомеля отбудется областный Восинский кермаш Ян пройдя 6 вересня с 10 до 21 на площади Ленина Набыть можно будет разнастайную сельгазпродукцию А так само традиционные белорусские стравы А кроме этого организаторы обязают выступления народных коллективов региона Дитяши и забавляльные пляцовки Мероприемства с нагоды Дня Веда протягиваются В Гомеле волонтеры и сопрацовники Червоного Крыжа Долучились до акции «Зберем детей до школы» Яны повиншовали с початком научного года семьи Які опынулися у тяжкой житевой ситуации Вынику шагу яны отримали статус беженцев 10 хлопчиков и девчонок сёння отримали корыстные наборы с констоварами Так само в ближайший час семьям окажут финансовую поддержку Для сбора детей у школы Дарэши у минулым годзе допомогу от волонтеров отримали больше за 7 тысяч дятей 400 за их беженцы Мы всегда обращаемся к нашим гражданам помочь детям из малообеспеченных семей Собрать портфель к школе И, конечно, всегда очень активно откликаются наши граждане Чтобы в этой ситуации нам оказать содействие и помочь этим людям Тем семьям, которым мы помогаем Действительно, это определённого рода поддержка И, наверное, самое главное, что я бы хотела сказать Это благодарность тем людям, которые приносят нам товары Пересылают деньги для того, чтобы мы могли оказать помощь наиболее нуждающимся людям Огромное вам всем спасибо Для допомоги беженцам «Червоный крыш» реализует широк программ Людям допомогают оплачивать коммунальные послуги Отримливать медицинскую допомогу Вырешить жилёвые пытания и знаходить працу Молодёжный проект «Моя первая десятка» запустил в новом научальном годе БРСМ Основная идея – мотивовать школьников вучиться навыдатно Поспоборничать в ведах могут наученцы с 8 по 11 класса середних школ Якие подчас проведения акции отрымали по одним из предметов от знака 10 баллов Проект будет проходить на початку каждой вышебной четверти Все подробности конкурса шукайте на сайте brsm.by 64-областный турнир по робототехнице «Робоквест» отбудется 5 вересня в Гомеле В этот день у дельники поспоборничают в дисциплинах Мобильная робототехника, робофутбол и инших Так само запланована отповедная выстава работ на вученце установ Профессионно-технической и высшей адукации Меропроемство пройдет в Гомельском центре Олимпийского резерва Палеокатлетыцы на юбилейный 52 Початоку 10 годин ранецы На пытания, какие тышатся артериального тиску и кровозвороту Откажут специалисты Гомельской центральной городской поликлиники И Гомельского городского центра гигиены и эпидемиологии У вересни специалисты проведут профилактичные акции И индивидуальные консультации Расскажут об здоровом харчаванне и рухольной активности Так само научатся, как контролировать показчики артериального тиску Акции пройдут 9 вересня с 14 до 16 годин Коля Гандлевого центра на Хатаевиша 9 16 вересня с 13 до 16 годин Коля универмага Гомель 23 вересня с 13 до 14 годин Коля Белдута на Кирова 34 30 вересня с 13 до 15 годин У магазине по улице Дубрауна 11 И шоу по городе Майстер У филиалии Ветковского музея У Гомеля открылась новая экспозиция И она просвечена тем, кто своими руками Упрыгоживал в улице областного центра На выставе вы найдете фрагменты драулянга декору гомельских домов Шартяжи дореволюционной архитектуры города Які отшукалі краєзнауця у архівах Москвы і Вільні У музею можна ближай познайоміцца со спадшиной гомельськага архітектора Станіслава Шабуневськага Яка я працтавліна я у темліку і в вигляді макетів виконанних студентами Белдута Навідвальники можуть посадзіць на прізьбі і намаляваць дом своєї мары Тут кожний знайде тое, що йому по душі Брутальні ріси конструктивізму альбо більш романтичний модерн Эта выставка – це прекрасна можнасть, конечно же, для жителів і для гостей гомеля Узнать, посмотреть на тот гомель, который был не так, вроде, как бы і далеко Относительно от нашого времени, но в то же самое время он уже действительно теряет свою красоту, былую, возможно Для нас каждый экспонат интересен по-своему Есть такие экспонаты, которые, в принципе, мало сохраняются Допустим, у нас представлены кельмы строительные, которые нам предоставили сотрудники из Дворцова паркового ансамбля, из музея Это кельмы, которыми строился мавзолей в Москве Идея экспозиции належить навыковому супрацовнику Ветковского музея Андрею Скидану, який долгий час захопляється разьбой по древі Многие предметы для выставы он отреставровал самостойно В связи с проведением техничных работ на антенномаштовых сбудованиях на этом тень у городе Гомеле и надлежности до 40 км от областного центра Буде припынена эфирная телевизионная и радиовершанне Размова идея про перейд часу с 2 по 4 вересня С 9 ранницы до 5 вечера буде осуществить трансляция телеканалу агульнодоступного пакета так само радиостанции Максимы перепынки трансляции программ у некоторых сетках кабельных операторов В случае завершения работы ранней позначенного термину деятельность передатчиков будет обновлена Это и другие новинки, информацию о проектах телерадо-компании Гомеле вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресу www.tvergomel.by На этом выпуске завершено, всего доброго и до встречи в эфире Де-факто на телеканале Беларусь 4 в студии Анна Коральчук Здравствуйте В Житковичском районе водитель Volkswagen попытался скрыться от сотрудников ГАИ после того, как они потребовали его остановиться Началось преследование Водитель не реагировал и продолжал движение, попутно пополняя список нарушений Скрыться от инспектора в ДПС ему не удалось Задержали его на поле недалеко от деревни Червоная Водителем оказался житель Житковичского района 1979 года рождения Он управлял авто в нетрезвом состоянии Также мужчина никогда не получал прав В отношении него составлено 6 административных протоколов В Речицком районе столкнулись автомобиль, такси и бетономешалка Водитель 1960 года рождения двигался по улице Чапаева в сторону привокзальной площади При выезде со второстепенной дороги мужчина не предоставил преимущества МАЗу, который двигался по главной дороге В результате Лада Гранта столкнулась с бетономешалкой Водитель легкового авто госпитализирован Госавтоинспекция напоминает о том, что на перекрестке неравнозначных дорог Водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге Должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к нему по главной дороге Независимо от направлений их дальнейшего движения В деревне Шарпиловка Гомельского района произошел пожар Горел деревянный нежилой дом, хозяин которого сейчас устанавливается Огонь лишь повредил кровлю здания Рассматривается версия поджога Аналогичная причина пожара и в деревне Березки Гомельского района Там горела хозяйственная постройка В результате происшествия уничтожена крыша дома В обоих случаях пострадавших нет А в агрогородке Поколюбичи в результате пожара повреждена кровля кирпичного жилого дома Хозяин 1961 года рождения не пострадал Вероятная причина возгорания – нарушение правил монтажа и устройства электросетей и электрооборудования Еще один пожар произошел в деревне Дудичи Калинковического района Огонь повредил имущество внутри кирпичного жилого дома Также рассматривается версия нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования Сотрудники ГАИ Мозорского района пресекли перевозку спирта Товар перемещал мазырянин 1979 года рождения на своей машине «Ауди-80» При осмотре транспорта инспекторы установили, что мужчина перевозит 46 десятилитровых канистр со спиртосодержащей жидкостью Товар изъят, проводится проверка Ранее гражданин дважды привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение Правоохранители раскрыли кражу кабеля, совершенную в январе этого года Прораб одного из предприятий сообщил, что исчезло более 1700 метров медного провода На следующий день охрана спугнула нарушителей, которые хотели похитить еще 1400 метров такого же кабеля Тогда предприятие оценило похищенный и приготовленный к вывозу товар почти 8 тысяч евро Злоумышленниками оказались пятеро гомельчан Возбуждено уголовное дело Это все новости на сегодня Берегите себя и оставайтесь на Беларусь-4 На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин Здравствуйте На днях исполнилось 60 лет первому белорусскому олимпийскому золоту На 17-й летней Олимпиаде в Риме на высшую ступень пьедестала почета поднялись гребцы брещанин Сергей Макаренко и гомельчанин Леонид Гейштар Соревнования по гребле проходили на озере Альбана недалеко от Рима Белорусский тандем каноистов победил в финальном заезде на тысячу метров и принес сборной Советского Союза первую на тех играх золотую медаль Спустя два года спортсмены стали чемпионами мира Победные традиции, заложенные в 1960-м, белорусская школа гребли на байдарках и каноэ поддерживает и сейчас Причем весомый вклад традиционно вносят атлеты из Гомельской области и не только в спорте высших достижений Успехи ветеранов также на уровне Мастер спорта СССР гомельчанин Сергей Яшин в категории мастерс можно сказать легенда Чемпион Беларуси, России и Украины, победитель европейских и мировых формов Он в числе тех, кто стоял у истоков зарождения ветеранской гребли в Беларуси Нынешний сезон у гребцов в категории мастерс из-за пандемии не состоялся Самый удачный по итогам это был конечно прошлый сезон, когда в Китае выиграл чемпионат мира в двойке по марафону и был в одиночке вторым Этот год, собственно говоря, мы все ждали, что соревнования будут переноситься и рано или поздно они произойдут Но однако объективные обстоятельства, всемирная международная федерация АКОНОЯ отменила все соревнования из-за опасности заражения Поэтому год не пропал даром, мы подняли свой физический уровень, мы подняли тонус, мы списываемся с нашими международными коллегами, узнаем, как дело у них Мы готовимся, по сути дела, к следующему сезону, где можно без визы В Крыландском следующем ходу чемпионата Европы, я думаю, что мы там поборемся за самые высокие места С каждым годом ряды белорусской команды в категории «Мастерс» пополняют новые спортсмены При этом результаты говорят сами за себя белорусы в числе лучших Сегодня это уже целая плеяда Это Мозырь, это Жодино, это Минск, это Брест Мы сегодня выезжаем на международные соревнования прямо такой большой белорусской общиной И, собственно говоря, если посчитать медальный зачет, то мы там прямо в лидерах ходим То есть вот это движение уже начинает обретать такой серьезный массовый характер В Гомеле проходят областные Олимпийские дни молодежи по боксу Участвуют юноши и девушки 2003-2004 годов рождения Для этой возрастной группы Олимпийские дни это первый старт после довольно продолжительной паузы, вызванной эпидемиологической ситуацией Однако все это время спортсмены не прекращали тренироваться и к соревнованиям подошли в хорошей форме Что дает основание надеяться на хорошие результаты на Республиканских Олимпийских днях молодежи Планируем быть в призах, ребята сильные, подошли хорошо, это показывают бои Республиканские Олимпийские дни молодежи пройдут через две недели в Молодечно В команде будет 10 девушек и 10 юношей В этом году в календаре нет международных соревнований для этой возрастной категории Но в 2021 году в плане первенства Европы и мира Гемельченко стала третьей на молодежном кубке мира по кёкушинкай карате Мировой форум проходил в Болгарии Александра Концевенко выиграла бронзу В полуфинале Гемельченко уступила представительнице Болгарии Кроме того, наша спортсменка получила приз за лучший нокаут турнира На этом пока все С новостями спорта вознакомил Максим Савин Оставайтесь на Беларусь 4 Субтитры создавал DimaTorzok